Друзья, всем привет! Мы сегодня снимаем в таком уютном месте, это балкон Мега Фрэнс над рестораном Икеа в Нижнем Новгороде. Имейте ввиду, интересное место, можно провести какую-то встречу, да, ну, единственное, что если мероприятие, то нужно согласовывать с администрацией. А так, посидеть, пообщаться, очень удобно, уютно, ну, гораздо проще, чем снимать в интерьере Икеа. Тему мы поднимаем, которую вы просили, это рассрочка в Икеа. Плюсы-минусы подводные камни, расскажем все, пользовались сами неоднократно. Сегодня специально для вас уточнили и позвонила в банк, и подошла на стойку информации, все условия, что, как, зачем, почему. Значит, давайте по порядку. Рассрочка. Какой банк? Банк, кредит, Европа, банк. Во всех крупных городах он есть, но в маленьких, увы, нет. У нас в Саранске, например, отделения нет. Для нас ближайшее это Нижний Новгород. Для того, чтобы оформить расстрочку, от вас нужен паспорт. Нужно указать обязательно место работы. Ну, как бы, вроде бы на месте все это проверяется, но есть риск, что вам откажут. То есть банк все равно проверяет. Особенно, если, например, вы были ИП, ИП закрыт, и вдруг вы решили указать эти данные, да, то есть эти моменты видно. Поэтому проще написать сразу, что вы работаете там в ИП-купке, если вы официально не работаете, чем давать данные. Это имейте в виду, что расстрочку с недействующим, например, да, ИП или ООО вам просто не дадут. Если вы берете расстрочку на гардероб ПАКС, либо на кухню, обязательно нужен второй документ СМИ, с воздействием удостоверения, что-то из этой оперы. Теперь давайте по суммам. Значит, сама расстрочка, есть ее несколько видов. Первый вид – это расстрочка на 3 месяца на сумму от 6 до 30 тысяч рублей. То есть вы набираете товар, приходите на кассу, предъявляете карту IKEA Family финансовую. А, кстати, еще такой момент. Сначала вы, то есть прежде чем купить, далеко забежал вперед, вы должны это оформить. То есть вы приезжаете в IKEA с паспортом. Обычно в середине магазина находится отдел по IKEA Family, именно по кредитованию. Заключается договор с банком, занимает это примерно около полутора-двух часов. То есть сначала с вами заполняет анкету. Поэтому, кстати, рекомендую, можно заранее на сайте заполнить все свои данные, оставить большую часть контактной информации, чтобы не сидеть в магазине и не ждать. А так, если вы все это будете делать в магазине, сначала подходите к сотруднику, он вас фотографирует, заполняете все-все-все данные. Потом идет проверка от банка, она занимает от 20 минут до часа, то есть в среднем 40 минут вы в это время гуляете. И потом приходит ответ, одобрили ли вам финансовую карту IKEA Family или нет. То есть это не обычная карта IKEA Family, это немного другой видоизмененный пластик. Вот, по крайней мере, это моя финансовая карта, которой я могу расплатиться в IKEA через расстрочку, либо как кредитная карта с грейс-периодом. Но только в IKEA, в других магазинах карты расплатиться нельзя, как кредиткой. Значит, вам оформили, да, дали добро. И теперь давайте все-таки повторю условия. Значит, если мы берем расстрочку на товар от 6 до 30 тысяч, то нам дает расстрочку на 3 месяца, если от 30 тысяч и выше, то на 6 месяцев. И также есть еще два вида расстрочки. Это на гардеробе Pax от 55 тысяч рублей и на кухне Metod от 70 тысяч рублей. Там уже на 12 месяцев. Какие есть вообще подводные камни? Ну, кроме того, что вам могут отказать. Если вам отказали, вы, в принципе, ничего не потеряли. У карты есть платное обслуживание, это 300 рублей в год. Дальше, если вы пользуетесь расстрочкой, за одну расстрочку информирования с вас берут 30 рублей. То есть, допустим, вы купили сегодня диван. Во-первых, кстати, у карты, каждый карты дают лимит. Лимит денег. То есть он не безграничный. Кому-то 6 тысяч по зарплате, кому-то 20, кому-то 200. То есть, ну, по-разному. У меня лимит более 100 тысяч. Наверное, потому что часто пользовались расстрочкой. Далее. Значит, в рамках этого лимита вы покупаете товар. Еще смотрите такой момент. Допустим, ну, давайте рассмотрим среднюю ситуацию. Вам дали расстрочку на 50 тысяч. Сегодня вы купили диван за 20 тысяч, забрали его. Все, довольны, увезли домой. И поняли, что вы забыли стол, стул и шкаф. У вас еще там остались деньги, как бы налички нет возможности там оплатить. Вы возвращаетесь на следующий день, через неделю, неважно, через сколько, вы эту вторую сумму тоже можете тратить. То есть у вас получатся две расстрочки. Теперь давайте сам механизм. Вы идете на кассу с товаром, либо со списком заказа. Предъявляете кассиру карту, паспорт, это обязательно. Говорите волшебное слово, раз срочка. Девочки нажимают на кнопочку, и то есть денег, да, с карты снимается. Вам приходит смс о том, что снята такая-то сумма и график платежей. График платежей в чеке расписан. То есть, допустим, если вы взяли на три месяца, и у вас сумма покупки 6 тысяч, то есть по две тысячи в месяц вы платите. Каким образом можно пополнять? Саму карту через сайт, к сожалению, пополнить нельзя. Через систему карту карбанковскую тоже нельзя. То есть вы можете пополнить либо в терминале банкомати Кредит Европа Банк, неважно, где, в каком городе, либо в терминале Экселент, они есть в Мегах, либо есть еще такая фишка через отделы, через магазин сотовой связи, связной и МТС. В этом случае вам нужно обратиться в банк, запросить все реквизиты вашей карты, с этими реквизитами обратиться, да, допустим, в связной. Они вбивают все это дело. По-моему, рублей 50, что ли, за перелот беру. Давно не пользовалась, поэтому не сориентирую вас. Но раньше, по крайней мере, было так. Но какой-то период даже было бесплатно. Эти деньги зачисляются. Единственное, что деньги зачисляются не сразу. Поэтому, допустим, если у вас платеж 20 числа, то вам нужно обязательно, там, числа 18 уже закинуть эти деньги, иначе будет просрочка. Дальше. Какие есть еще скрытые платежи в карте? У карты есть страховка. От нее вы, кстати, можете отказаться. Вот, когда вы совершаете первый, не первый платеж, допустим, совершили покупку по просрочке, либо через залюготный период, там, покупку сделали, у вас в конце выписки, да, в конце расчета вашего периода, 1% от суммы с вас снимают. Допустим, у вас рассрочка на 100 тысяч, 1% это, получается, 1000 рублей вам нужно будет оплатить. Но от этих денег можно отказаться. Если, опять же, да, в отделении в вашем городе нет, вы обращаетесь на горячую линию по телефону, все есть на сайте, и пишите заявление. По почте отправляете, обычно занимаетесь около 2-3 недель, и с вас снимает страховку, то есть прямо в свободной форме. Прошу по такому-то номеру счета убрать страховку, все. Больше никаких, как бы, не оставить, только 300 рублей в год плачете по 30 рублей за одну расстрочку за информирование. Я пользуюсь, мне карта нравится. Выручала часто, особенно на крупные покупки, которые нужны, но, как бы, в бюджет пока не вписываются, а расстрочку позволить себе можешь. Каких-то вот больше скрытых нет. Единственное, что, если вы, например, вышли, да, за рамки лимита, льготного, процент 25% годовых переплаты, поэтому не рекомендую. То есть пользоваться IKEA Family можно, но с умом, смотря срок, суммы. То есть не так, что нахватали, а потом спрятались. Нет, ребята, такое не прокатят. Поэтому, если вы будете честно, хорошо пользоваться, банк увеличит вам лимит. У меня был лимит вначале около 20 тысяч. Сейчас уже, да, сказала, за сотку перевалило, и я прекрасно знаю, да, что могу, например, в случае необходимости себе позволить и воспользоваться. Каких-то больших минусов, вот таких вот неприятных, да, ну, кроме, скажем так, тягомотного оформления. Оно стандартное, банковское, не сильно приятное, но, тем не менее, переживаемое. Еще такой момент, смотрите. Есть возможность сэкономить на покупке кухни. Мне кажется, это известно уже многим, но, не знаю, поделюсь, может быть, вам неизвестно. Вы покупаете кухню, допустим, за 100 тысяч на 12 месяцев. И ее проводят как бы кредитом, но со скидкой. Получается, то есть вы платите равными долями, да, там по сколько, по 8, да, примерно где, 8 тысяч, ну, грубо. А банку она обходится дешевле. И если вы решили, у вас эти деньги есть на руках, то есть вам сделали эту скидку, и вы ее можете, эту оплату, погасить, соответственно, вы гасите уже за меньшие деньги. Таким образом, можно сэкономить. Ну, здесь можно использовать свою кредитную историю, поэтому, если планируете потом, да, в ближайшие полгода еще что-то покупать, могут быть отказы со стороны банков. Мы так тоже делали. И потом где-то около года не кредитовали нас, хотя необходимость была именно по развитию доставки получить кредит, и это было проблемой. В принципе, все. Друзья, какие вопросы есть, пишите в комментариях, потому что, возможно, вы сталкивались с какими-то другими нюансами, которые я знаю, но им не сильно придало значение, вроде как общая такая известная информация. Спасибо вам, хочу отдельно сказать, за то, что комментируете, за то, что пишете. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мой инстаграм, на рабочие. Очень-очень приятно. Мы вас любим, ценим. И огромная благодарность вам от нас за то, что вы у нас есть. Всех любим и пока! Пока!